Всем привет! Сегодня мы поговорим о слове far. Что значит далекий? Далеко. В предложении оно функционирует в роли наречия или прилагательного. She lives not far from here. Она живет недалеко отсюда. Здесь слово far является наречием. Our hotel is on the far side of the island. Наш отель находится на дальнем конце острова. Здесь far. Прилагательное. Главная сложность, с которой вам придется столкнуться, заключается в том, что слово far образует степени сравнения двумя способами. Far farther the farthest и far further the furthest. Многие не знают, когда нужно употребить ту или иную форму. И есть ли между ними хоть какая-то разница? Давайте разбираться. Рассмотрим такое предложение. Она живет дальше, чем ты думаешь. She lives farther than you think. Как вы думаете, какой вариант верный? Правильный ответ – оба. Запомните правило. Если вы говорите о физическом расстоянии в прямом смысле, то неважно, какую форму вы выберете. Они абсолютно взаимозаменяемые. Форму farther чаще можно встретить в США, а further – в Великобритании. То же самое правило касается и превосходной степени. Но мы можем использовать слово «дальше» в переносном смысле. Например, Your further actions may cause a lot of trouble. Ваши дальнейшие действия могут повлечь за собой большие неприятности. For further information, call me tomorrow. Для получения дополнительной информации позвоните мне завтра. В этих двух предложениях правильным будет употребить только один вариант. Further – потому что речь идет о расстоянии в переносном смысле. Слово further переводится здесь как «дальнейший», «дополнительный». Поэтому запоминаем. Когда мы говорим о расстоянии в буквальном смысле, можно выбрать любой из вариантов. Farther – further или the farthest – the furthest. Когда мы говорим о расстоянии в переносном смысле, нужно использовать только формы further – the furthest. Также слово far можно встретить в большом количестве интересных устойчивых выражений. As far as I know – насколько я знаю. As far as I know, you live in England. Насколько я знаю, вы живете в Англии. Far too – слишком. You're far too kind. Вы слишком добры. Far more – намного. He is far more intelligent than his wife thinks. Он намного умнее, чем думает его жена. So far – пока на данный момент. I have visited seven countries so far. Я посетил семь стран на данный момент. The far east – дальний восток. Have you ever been to the far east? Ты когда-нибудь был на Дальнем Востоке? So far, so good – пока все хорошо. How are things? So far, so good – как идут дела? Пока все идет хорошо. Надеюсь, я помог вам разобраться с тем, в каких случаях какую форму слова far нужно употребить. Если вы все еще сомневаетесь, говорите further the furthest. И тогда ошибки точно не будет. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу и пишите, о чем еще вы хотите узнать. Все полезные ссылки вы найдете в описании. А с вами был Кирилл. Всем пока!